Дорогие друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Спасибо. Ну что ж, мы с вами сегодня начинаем очередную неделю в Директ Академии и начинаем с очень интересного вебинара. Вообще, нынешняя неделя должна быть достаточно интересной на ней, кроме тех спикеров, которые вам хорошо известны. Будут выступать несколько спикеров, которые у нас появляются не часто, зато с очень интересными докладами. Первые лица компании и те люди, которые, собственно, придумали некоторые направления в деятельности, связанные с обучением. Ну и что ж, перед тем, как передать слово сегодняшнему спикеру Сергею Гевличу, я хотел бы, как всегда, напомнить о тех важных ссылках, которые располагаются в самом начале нашего чата. Перемотайте, пожалуйста, чат к началу, а вы увидите красным шрифтом некий текст и в нем 4 ссылки. Первая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. Прошу прощения, на наш сайт, на сайт расписания. Здесь вы можете зарегистрироваться на ближайшие вебинары, а также на все вебинары, которые пройдут до конца нашего учебного года, до июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором будет расположена в том числе и запись этого вебинара. Третья ссылка на страницу наших онлайн-курсов, где вы можете подать заявку на участие в каком-то из этих курсов. Наконец, последняя ссылка ведет на страницу, где вы сможете приобрести сертификаты о посещении, об участии в любом из вебинаров. Наконец, в конце чата я сейчас вам дам анонс трех предстоящих мероприятий. Завтра будет мероприятие, которое будет вести Татьяна Телегина. О ГОС-2003 замолвите слово введения в основы библиографических описаний. 14 числа в среду выступит Иван Нефедев. Играфикация в обучении инструмент или баловство. Мы продолжаем разговор об играфикации в образовании с одним из лидеров этой области. Ну и 15 ноября в четверг перед нами выступит Юлия Махначева с вебинаром «Сбор и интерпретация библиометрических данных по Web on Science, Core Collation, Scopus и RINC». Методические рекомендации. Я думаю, что это такой специфический вебинар, который библиотечному сообществу будет достаточно интересен, преподавателям тоже. Ну что ж, у меня все. Я закончил свою вводную речь и хотел бы пригласить Сергея. Вижу, он уже на связи. Сергей, подай, пожалуйста, голос. Раз, два, три. Да, добрый день. Слышно ли меня? Слышно ли? Добрый день. Это мой второй вебинар в этом сообществе. И понятно, что у меня есть заявлена тема. Я подготовил презентацию, слайды, определенный материал демонстрационный. Тем не менее, я бы попросил тех, кто присутствует сейчас, написать, может быть, одну строчку в чат, почему эта тема для вас является актуальной. Стритеринг и визуализация в формате микрообучения. То есть, создаете ли вы какие-то курсы, да? Пока Дмитрий создает курсы. Еще из тех, кто присутствует. Интересно, да, по истории кино. Да, для сотрудников компании. Отлично. Так, ну, если кто-то напишет, я прочитаю еще, по ходу. Значит, здесь, в этом вебинаре я собираюсь поделиться опытом компании Смыслотека. И наш опыт, он в основном касается взаимодействия с корпоративными заказчиками. Поэтому, если говорить про академическое обучение, то здесь, наверное, нужно будет так творчески переосмыслить и понять, что из того, что я скажу, вам подойдет, а что, ну, вот, может быть, нет. То есть, здесь вот я рассчитываю на творческое такое переосмысление и восприятие этого, этой информации. Вот. Значит, в 2012 году у меня так вот жизнь сложилась, что я сделал программу с названием «Объясняшки». Возможно, кто-то знает про программу «Объясняшки». Это, ну, такая альтернатива PowerPoint, которая позволяет создавать рисованные видеоролики. Короткие, емкие и ясные. Вот. И в какой-то момент времени так случилось, что вот эта программа, она послужила катализатором таким для создания уже компании Смыслотека. То есть, компании, которая с помощью этой программы оказывает услуги. Изначально у меня была идея в том, что вот программа, ей пользоваться очень легко, любой человек может взять и сделать такой объясняющий видеоролик. Вот. Но в последующем выяснилось, что именно работа с информацией, с контентом – это отдельная вообще история. И кроме даже технической части, для того, чтобы этот ролик таки получился, да, там, смонтировать его, нарисовать. Вот это все технические моменты. Они, на самом деле, не так сложны, как выяснилось. Вот. Гораздо интереснее именно работа с информацией. И, в общем-то, я вот, наверное, на этом вебинаре сделаю акцент про работу с информацией, да, и посмотрим, что в итоге получается. Начну я сейчас с того, что включу видеоролик, один из видеороликов, который был создан как раз в формате дистанционного обучения корпоративного, ну, и как раз вот в формате микролеунинг. То есть в нем за три с половиной минуты раскрывается тема, что такое эффективное делегирование. Давайте мы его посмотрим. А дальше на примере этого ролика мы, ну, разберем, как там внутри, что устроено. Что такое делегирование и когда оно эффективно? Александр – молодой директор. Вырос внутри компании бывший управляющий торговым залом в другом гипермаркете. Он очень хочет, чтобы его магазин стал лучшим в филиале. Поэтому он старается детально вникнуть в каждый процесс, во всем разобраться досконально и все проконтролировать. Он раньше все приходит в магазин и часто задерживается, но все равно не успевает сделать свою работу. Каждое утро перед ним лежит список дел, но еще ни разу ему не удалось поставить галочки напротив каждого пункта. Ему приходится делать сложный выбор – либо что-то не успеть, либо сделать часть дел формально. В очередной раз, когда Александр задержался на работе, пытаясь все успеть, к нему зашел его подчиненный – УТЗ Илья, с которым у него сложились добрые приятельские взаимоотношения. «Ну что, опять завал?» – спросил Илья. «Давай я помогу. Сам сделаю вечерний обход и передам дела ночному менеджеру». «Нет, я сам. Вдруг ты что-то упустишь?» – сказал Александр. Придя домой, Александр подумал, как хорошо, когда есть сотрудники, готовые самостоятельно справляться с задачей. «А можно ли научить самостоятельной работе и других? Ведь и я, будучи УТЗ, много делал сам, разгружая своего директора. Так чего же я все тяну на себе один? Но для этого часть работы придется доверить подчиненным. А можно ли им доверять? Гораздо быстрее все сделать самому, чем объяснить. С другой стороны, если я их всему научу, меня могут подсидеть. Но я так перегружен, мне нечего терять. Так что же делегировать? Вот, например, заказ товара. Вообще-то этим должен заниматься менеджер, а я или мой УТЗ только контролировать корректность заказа. Но при заказе товара в категории фреш или ультрафреш критически важно, чтобы не было перезаказа, ведь это напрямую влияет на количество просрочки, при этом нужно не оставить полки пустыми. И я, чтобы не терять время на обучение менеджера отдела, стал делать это сам. И в результате задача полностью перешла ко мне. Чтобы делегировать задачу, нужно выбрать сотрудника, который с ней справится. А менеджер отдела Василий, например, справится? Конечно. Он может это сделать. У него есть способности к анализу информации. Просто я даже не пробовал его научить. Он должен понимать, что заказ это не просто набор цифр, это анализ и логика. При этом важно действовать не интуитивно, а по технологии, учитывая скорость продаж и другие факторы. А что насчет мотивации? Как сделать так, чтобы Вася быстрее обучился? Я же знаю его ключевой мотиватор. Вася любит все оптимизировать. Если он научится правильно делать заказ, ему будет проще управлять продажами своего отдела. В течение недели ежедневно директор вместе с Василием делал заказ. Они анализировали продажи и прогнозировали спрос. В течение следующей недели директор контролировал заказы, каждый раз внося все меньше и меньше корректировок. В конце месяца Александр с удивлением обнаружил, что может полностью делегировать заказ товара Василию и быть уверенным в его корректности. Таким образом, Александр смог освободить часть своего времени и повысил профессионализм и вовлеченность менеджера в Васи. А через год Василий стал управляющим торговым залом в соседнем гипермаркете. С помощью делегирования можно достичь двух основных целей. Первое. Увеличить личную продуктивность руководителя, разгрузив от выполнения рутинной работы. Второе. Развить сотрудников, повысить их мотивацию, вовлеченность и продуктивность. Так, вот такой ролик. Всего лишь 3 минуты 44 секунды. Вот я смотрю на таймере. И если Вы зададите себе вопрос, предположим, Вам нужно выступить перед аудиторией и у Вас всего лишь 4 минуты. Много ли Вы можете сказать за 4 минуты? На самом деле, Вы только, скорее всего, сможете в контакт войти и, может быть, что-то начать говорить. То ролик 3,5 минуты достаточно емкий. В него можно положить действительно очень много информации. Вот. И давайте, прежде чем мы начнем этот ролик разбирать по косточкам, как, откуда, из чего он сложился. Именно такой логичный. Вот. Значит, сразу отвечу на вопрос, если это быстро, в чем тоже специфика. Если Вы даете ролик, то ролик можно посмотреть через паузу, можно пересмотреть какие-то моменты. И в этом смысле, конечно, сам по себе вот этот пакет упаковки, в нем дальше человек сам решает, в каком темпе он будет осваивать эту информацию. То есть, кому быстро, кому хорошо, удобно и комфортно, в реальном времени, отлично. Кому нет, он может пересмотреть. Но, опять же, задача ролика, я чуть позже скажу, может быть, не информацию донести, но сформировать некое представление. То есть, сделать какой-то вброс в картину мира человека. Итак, прежде чем взяться за разработку ролика, мы, по крайней мере, с клиентами пытаемся установить такую связь. У нас даже БЗ, КЗ, КР, такие появились аббревиатуры в нашем внутреннем жаргоне в компании Смыслотека. БЗ – это бизнес-задача, КЗ – это коммуникационная задача и КР – это уже коммуникационное решение. И ролик какой-то или презентация, либо какой-то учебный материал, он является коммуникационным решением. И как дети, например, ко мне приходят с задачкой проверить, я никогда не проверяю их решение. Ну, в смысле, не берусь начинать с проверки решения. Я всегда говорю, так, давай учебник. Ну, они у меня уже натренированы, они сразу мне учебник несут, чтобы я мог прочитать задание в исходном виде. Не в переписанном, не в интерпретированном, не еще в каком-то. Вот исходное задание. И дальше я уже смотрю тогда, насколько конкретное решение, оно соответствует тому заданию, которое было получено. И здесь, ну, для работы с бизнесом, здесь мы выстраиваем такую, ну, каскадную цепочку. То есть, исходно мы рассматриваем, а какова бизнес-задача. То есть, мы не про ролик, не про обучение, а про, ну, бизнес-задачу. Чего хочет бизнес? То есть, вот есть какие-то процессы, например, и необходимо сократить время обслуживания. Либо там, ну, еще какие-то другие могут быть, там, конверсию, там, воронки продаж, да. Либо удовлетворенность, либо там, меньшее количество просрочки должно быть на прилавке. И, соответственно, или текучку уменьшить. Либо, ну, то есть, есть какая-то бизнес-задача. Есть исходное состояние, есть целевое состояние, есть ограничение. Ограничение – это может быть время, это какие-то ресурсы, которыми мы будем решать эту задачу. Дальше, следующий переход. Вот в бизнес-задаче у нас нет людей, у нас есть процессы, есть показатели. При переходе от процессов и показателей в коммуникационную задачу мы начинаем смотреть на людей. Какие есть действующие лица, с кем, кто включен в процесс того, что должно происходить. И какие у них, у этих людей есть ограничивающие убеждения. То есть, мы исходим из того, что если человек что-то не делает, ну, в данном случае, например, он не делегирует, то это не означает, что он не знает. И что мы его там не проинформировали, как правильно делегировать. Может, у него даже методичка, может, даже он тренинг прошел. Но у него есть внутренние ограничивающие убеждения. И, соответственно, тогда человек, например, у него есть в картине мира такое убеждение, хочешь делать хорошо, сделай все сам. То дальше, сколько его не учить, ну, как делегировать, он этого не будет делать. Потому что он, ну, у него там гиперответственность, и хочешь сделать хорошо, сделай все сам. Все, никакого делегирования там дальше не происходит. Ну, и, например, низкий уровень доверия к своим подчиненным. Все. Это блоки. Ну, и, соответственно, мы там формулируем как раз мотивирующие ожидания. То есть, какие-то другие установки, которые необходимо туда внести к нашим вот этим вот целевым аудиториям, к нашим действующим лицам. Причем, ну, если мы, опять же, рассматриваем бизнес-задачу, то в бизнес-задаче может быть несколько действующих лиц, которые включены там на разных этапах. Они могут как-то взаимодействовать друг с другом. Вот. Либо последовательно, либо там совместно. И у каждого из них может быть какой-то набор собственных ограничивающих убеждений. И мы также для каждого из них понимаем, ну, какие мотивирующие ожидания мы можем туда занести. Либо какие представления о том, как там взаимодействовать, как правильно делать ту или иную работу, мы им тоже туда заносим. И дальше, как только мы вот на уровне коммуникационной задачи сформулировали, то есть здесь у нас есть кому уже появилось и что, да. И мы при этом понимаем барьеры. Вот. Дальше мы находим способ, как мы об этом будем говорить. Ну, и здесь вот, ну, по большому счету, вот три таких ключевых момента. Это присоединение. То есть важно установить контакт с аудиторией, да. Сказать там, мы с тобой одной крови, да, как Маугли, чтобы вот там со зверями разговаривать. Вот. Соответственно, Маугли, когда произносил, мы с тобой одной крови, ты и я, да. И после этого там всякие удавы и прочие гиены, они начинали с ним общаться. Вот. То есть здесь целевой аудитории тоже нужно сказать, что да, вот я тебя вижу, я тебя понимаю. Вот. Дальше, поскольку мы понимаем, что у них есть некие ограничивающие убеждения, их важно проблематизировать. Потому что пока они не проблематизированы, никакие новые идеи туда не попадут. И дальше мы туда заносим какие-то новые идеи. Вот. Присоединиться, проблематизировать, занести новые идеи. Это вот уровень коммуникационного решения. Дальше, как мы это делаем? Вот. Я немножко по-другому изобразил присоединение, проблематизация, решение. Здесь вот эти вот три части, ну, опять же, в нашей практике, это, по сути, таких три главных фокуса внимания. И мы их, ну, назвали, так, сокращение, я или и. Я – это, ну, понимание целевой аудитории, это понимание личности, персоны. То есть, там, проблематизация здесь, что такое проблема, пришлось с этим, ну, немножко так поработать. Потому что проблема равно боль, либо проблема равно задача нужно сделать. Это, ну, не, как не является, на самом деле, проблемой, да, а это, ну, сейчас не буду, как бы, вдаваться сильно, но мы, если, если так вот рассматривать, что проблема – это ситуация, в которой нет простых решений, да, и почему нет простых решений? Потому что есть какое-то внутреннее противоречие, а внутреннее противоречие в этой ситуации, это означает, что есть выбор из нескольких каких-то, ну, несовместных состояний, да, то есть, ты находишься в ситуации выбора, либо, либо. И, собственно говоря, невозможность сделать выбор, и как раз и создает проблему, да, то есть, как только мы делаем тот или иной выбор, мы попадаем в ловушку, да, то есть, вот эти противоречия, они обостряются, и возникает проблема. Вот, ну, вы можете об этом подумать, потом еще отдельно, сейчас не буду на этом заострять внимание. А решение – это то, что позволяет снять противоречие, поэтому снятие противоречия – это и, когда можем и, там, как обезьяна, и умная, и красивая, да, то есть, была проблема, когда царь зверей сказал, так, умный налево, красивый направо, да, мне что, разорваться? И, в общем-то, если найти способ, как быть и умной, и красивой, да, то вот это решение. И, ну, как правило, решение – это снятие противоречий, и как только мы находим способ снять противоречий, это вот наша, как раз, идея. В принципе, кто знаком с ТРИЗом, слышал, да, как раз вот ТРИЗовские решения, они про это, про снятие противоречий, про то, чтобы найти способ, как, ну, проблему или, ну, то есть, выбор превратить в и, когда и то, и другое там реализуется. И холодное, и горячее, и острое, и при этом мы не режемся, да, там, ну, вот, как вот в бритве Джилет, да, там, реализовано, что она должна быть острой, но люди не должны, там, травнироваться, резаться, да, случайным образом, ну, или, там, не сильно случайным. Вот, то есть, это как раз решение. Итак, с точки зрения стори-тейлинга, возвращаемся, да, то есть, есть, ну, такая классическая структура истории, экспозиция, завязка, развитие, эксклюнация, развязка. И они, вот, удивительным образом, вот эти пять частей, они взаимодействуют с этими тремя такими, ну, концептуальными блоками, да, то есть, экспозиция, она находится целиком внутри блока присоединения, завязка, это такой мостик из присоединения в проблематизацию, развитие, оно находится внутри проблематизации целиком, и кульминация опять является мостиком из проблематизации в решении, ну, и в решении дальше завершается, есть развязка. Вот, и с точки зрения, ой, так, я тут что-то нажал не туда, ага, вот, и теперь, значит, каково наполнение этого всего, да, есть в экспозиции у нас есть герой, важно показать, ну, персонажа какого-то, да, значит, персонаж является представителем целевой аудитории, то есть, они должны там увидеть себя, поэтому присоединение, ну, собственно говоря, есть там какие-то у него задачи, то есть, есть какой-то бэкграунд из прошлого, пришедший, есть цели, потому что есть цель действовать, да, там, и средства. Дальше, в завязке необходимо, ну, как, перейти из состояния, ну, вот, я и у меня все хорошо, в состояние, ой, что-то не так, да, и вот мы показываем, что какой-то результат не соответствует ожиданиям. Но пока еще герой не очень это воспринимает как проблему. И дальше, тогда он вступает, ну, в блоке развития он вступает, как, пытается разобраться, и здесь мы раскрываем альтернативы, да, потому что или это какие-то альтернативы, ну, и, соответственно, мы показываем, как эти альтернативы работают с точки зрения, какой результат получаешь, какую цену за этот результат платишь, и здесь вот срабатывают как раз вот эти вот, ну, страхи, почему-то оценки написано, видимо, ценности, да, то есть, и ценности и страхи, да, то есть, и в результате, когда мы, там, ну, проходим блок развития, мы разворачиваем перед аудиторией определенный набор альтернатив, причем мы показываем, что ни одна из этих альтернатив у нас не сработала, и, в общем-то, дальше мы можем, ну, войти в кульминацию, причем кульминация это обычно такое состояние, ну, наивысшее напряжение, и если мы честным образом показали те альтернативы, которые существуют, то нам ничего специально даже делать не нужно, да, ну, чтобы создать это напряжение, оно просто автоматически возникает, да, и также в кульминации есть вход и выход, вход через проблематизацию, выход в решение, да, там вот возникает инсайт, какое-то осознание, озарение, что вот нужно сделать такой-то шаг, в какую-то сторону, и тогда мы сможем, ну, разобраться с нашими, там, проблемами, с проблемой выбора, прежде всего, и дальше в развязке мы разворачиваем это решение, то есть показываем, как эти изменения реализуются, и какой результат мы получаем, да, результат с точки зрения, там, эмоционального восприятия, и с точки зрения, там, рационального, ну, то, что можно посмотреть, оценить, да, ну, и, собственно говоря, там, где мы уже имеем дело с обучающим контентом, то здесь вот, вот, после кульминации, здесь вот можно воткнуть как раз знаниевый модуль, где мы даем необходимую информацию, и после того, как решение было озвучено, мы показываем уже дальше, ну, подводим итог и даем некое резюме, поэтому, в принципе, вот в этих вот пять частей, да, вот место для знаниевого модуля, оно как раз вот сюда, между кульминацией и развязкой очень хорошо встает, ну, и в конце развязки, там, завершение ролика, можно как раз сделать дополнительное вот это вот резюме. Ну, и давайте посмотрим сейчас, вот этот ролик у меня есть в нарезке, как раз в соответствии с этими частями, и мы сможем попробовать их как раз, ну, разглядеть, эти все части. Что такое делегирование и когда оно эффективно? Александр – молодой директор. Вырос внутри компании, бывший управляющий торговым залом, в другом гипермаркете. Он очень хочет, чтобы его магазин стал лучшим филиалом, поэтому он старается детально вникнуть в каждый процесс, во всем разобраться досконально и все проконтролировать. Да, вот здесь мы видим, что у нас есть, это завязка, это экспозиция, да, есть герой, мы про него что-то узнали, и здесь важный момент, что, ну, обычно, вот когда мы сталкиваемся с заказчиками, заказчики на героя смотрят как на функцию, здесь очень важно на него не только смотреть с точки зрения функционала, его функциональных обязанностей там в рамках компании, но и увидеть в нем человека, то есть и здесь вот увидеть его определенные ценности, его какие-то отношения, в которых он находится, не обязательно его производственные какие-то отношения, да, но в том числе дружеские отношения, в том числе отношения там с родными людьми, вот, здесь же мы можем что-то рассказать про его ценности и про его там страхи, ожидания и так далее, то есть, ну, каких-то, может быть, взглядов на жизнь. Дальше мы, нам необходимо показать, ну, завязку сделать, да, потому что, ну, вот он пришел, этот Александр, да, смотрим, завязка. Он раньше все приходит в магазин и часто задерживается, но все равно не успевает сделать свою работу. Каждое утро перед ним лежит список дел, но еще ни разу ему не удалось поставить галочки на против каждого пункта. Вот, он каждое утро приходит в свой отдел, то есть, вот у него есть какая-то, ну, определенные ожидания от того, как он выстраивает свою работу, да, и есть реальность. И вот мы показываем, что вот ожидания с реальностью, они не очень стыкуются. Это у нас завязка. То есть, но пока это еще не, ну, проблематизация не случилась. Мы просто показали, что да, есть, есть сложности. Дальше следующее, развитие. Вот в развитии мы уже как раз выходим на проблематизацию. Ему приходится делать сложный выбор. Либо что-то не успеть, либо сделать часть дел формально. В очередной раз, когда Александр задержался на работе, пытаясь все успеть, к нему зашел его подчиненный, УТЗ Илья, с которым у него сложились добрые приятельские взаимоотношения. Ну что, опять завал? Спросил Илья. Давай я помогу. Сам сделаю вечерний обход и передам дела ночному менеджеру. Нет, я сам. Вдруг ты что-то упустишь, сказал Александр. Вот, значит, здесь мы показали выбор, в котором находится этот Александр. У него либо все, ну, либо полный список сделать всех дел, но часть формально, либо все-таки делать качественно, но тогда какие-то дела не будут сделаны вовсе, да, потому что вот он задерживается допоздна, там, и так далее. И второй выбор принять или не принять помощь, да, когда к нему пришел вот этот УТЗ Илья и предлагает свою помощь, вот. То есть, и он отказывается, да, но тем не менее, он мог согласиться, мог отказаться. То есть, вот у него возникает некое пространство выбора. И пространство выбора – это универсальная вообще вещь для того, чтобы, ну, раскрыть тему проблематизации. Так, следующий мы входим в кульминацию. Придя домой, Александр подумал, как хорошо, когда есть сотрудники, готовые самостоятельно справляться с задачей. А можно ли научить самостоятельной работе и других? Ведь и я, будучи УТЗ, много делал сам, разгружая своего директора. Так чего же я все тяну на себе один? Но для этого часть работы придется доверить подчиненным. А можно ли им доверять? Гораздо быстрее все сделать самому, чем объяснить. С другой стороны, если я их всему научу, меня могут подсидеть. Но я так перегружен, мне нечего терять. Да, здесь уже такой, ну, в кульминации здесь происходит внутренний монолог, или внутренний диалог этого героя. Он рассматривает эту ситуацию, да, он видит, резюмирует тот выбор, в котором он находится. И он говорит, что мне нечего терять. То есть он приходит к осознанию того, что мне нечего терять. То есть если я буду делать то же, ну, по-старому, то это ни к чему не приводит. То есть он осознает, то есть мы, вернее, смотрите, я сейчас говорю о герое, да, о герое этого ролика. Но здесь важный момент, да, если мы сделали хорошее, качественное присоединение, то есть мы поняли, ну, вот, внутреннее состояние наших, ну, представителей целевой аудитории, если мы о них говорим их языком, мы говорим их, ну, озвучиваем их проблемы, которые действительно для них близки, то вот это, как бы, внутреннее занесение этой идеи, оно происходит. То есть они присоединяются, и монолог, проговариваемый героем ролика, становится внутренним монологом, ну, нашей целевой аудитории. Они, как бы, тоже начинают проживать это состояние этого героя. Так, вот мы смотрели, у нас уже кульминация случилась, и в пятом ролике у нас, в пятом модуле, в пятом блоке, сейчас у нас знаниевый модуль идет, да, то есть мы должны дать теперь этому Александру знания какие-то. Вот давайте посмотрим эти знания, которые мы даем про... Так что же делегировать? Вот, например, заказ товара. Вообще-то этим должен заниматься менеджер, а я или мой УТЗ только контролировать корректность заказа. Но при заказе товара в категории фреш или ультрафреш критически важно, чтобы не было перезаказа, ведь это напрямую влияет на количество просрочки, при этом нужно не оставить полки пустыми. И я, чтобы не терять время на обучение менеджера отдела, стал делать это сам. И в результате задача полностью перешла ко мне. Чтобы делегировать задачу, нужно выбрать сотрудника, который с ней справится. А менеджер отдела Василий, например, справится? Конечно, он может это сделать, в него есть способности к анализу информации. Просто я даже не пробовал его научить. Он должен понимать, что заказ – это не просто набор цифр, это анализы логика. При этом важно действовать не интуитивно, а по технологии, учитывая скорость продаж и другие факторы. А что насчет мотивации? Как сделать так, чтобы Вася быстрее обучился? Я же знаю его ключевой мотиватор. Вася любит все оптимизировать. Если он научится правильно делать заказ, ему будет проще управлять продажами своего отдела. Так, ну, здесь уже показали, там, первое, второе, третье. Ну, и опять же, на примере. То есть, вот для людей важно, когда какая-то информация, может быть, даже абстрактного толка, она сразу же привязывается к конкретике. И давайте посмотрим шестую часть этого ролика. Она про... Это уже развязка. То есть, он осознал, он принял решение, как он будет действовать, да, этот Александр, и что получилось. То есть, важно показать результат. В течение недели ежедневно директор вместе с Василием делал заказ. Они анализировали продажи и прогнозировали спрос. В течение следующей недели директор контролировал заказы, каждый раз внося все меньше и меньше корректировок. В конце месяца Александр с удивлением обнаружил, что может полностью делегировать заказ товара Василию и быть уверенным в его корректности. Таким образом, Александр смог освободить часть своего времени и повысил профессионализм и вовлеченность менеджера в Васи. А через год Василий стал управляющим торговым залом в соседнем гипермаркете. Вот, то есть, здесь показали выгоды от того, что было применено вот это новое знание, освоено и там применилось. Значит, ну, понятно, что здесь некоторые смеются. Ага, значит, Василий-то ушел таки из этого гипермаркета. Не просто научился, да. Но здесь нужно быть честными. И, как говорят, что вы не боитесь, вы обучите людей, и они уйдут. Я боюсь, что я их не обучу, и они останутся. Поэтому он освоил этот процесс, да. Дальше этот процесс может быть запущен, в общем-то, и воспроизводим. И резюме, да, вот вы помните, наверное, чем этот ролик закончился. Ну, вот, в общем-то, разобрали. Разобрали по косточкам процесс построения структуры ролика на счет такого модуля микрознаний. И здесь, ну, что хочу сказать. Тоже вот такой момент есть, связанный с ограничением по объему. То есть, вот этот ролик, он 3 минуты, вы помните, 44 секунды. Значит, 1 минута – это примерно 100 слов. То есть, здесь где-то 370 слов. И, соответственно, когда вы сегментировали вот этот объем, да, то есть, вот есть экспозиция. Экспозиция, там, ну, наверное, будет где-то 50 слов. То есть, когда у вас есть вот это ограничение по объему, выраженное еще в словах, то оно, с одной стороны, сложно, потому что не всегда вот эта вот внутренняя задача, внутренняя коммуникационная задача конкретной части, а сейчас я об этом скажу дальше. Значит, не всегда она, ну, как, вписывается в необходимый объем. И очень часто приходится, то есть, вот с первого раза сделали, там, развернули этот модуль микрознаний, а там получилось 1000 слов. И потом думаешь, как эти 1000 слов превратить хотя бы в 500. Вот, вот, но там с усилием потом еще там 350. Вот, но обычно, скажем так, вот именно учебные ролики, они, ну, по моему опыту, где-то 400-500. Потому что здесь важно именно в формате стори-тейлинга показать, ну, привязку к текущей специфике, ну, к тому контексту, в котором находится обучаемый. И если мы этого не делаем, а только даем, ну, знаниевый модуль, то есть знаниевый модуль можно дать где-то там за 150 слов. Там, вот, 150-200, ну, там, в 2 минуты легко можно уложиться. Но без вот этого всего того, что вот в синем блоке обозначено, то то, что в зеленом, оно не закрепляется, да, то есть вот эта синяя полоска, она прям важна-важна. В чем сделан ролик? Ролик сделан в программе «Объясняшки». И давайте я сейчас, у меня еще есть блок, я надеюсь, я его все-таки успею, может быть, каратенечко дать про именно принципы и подходы к визуализации. А сейчас я покажу, ну, процесс создания таких роликов в программе «Объясняшки». Вот, программа «Объясняшки» есть для Apple планшетов, она бесплатная, вот, но в какой-то момент мы решили, что не будем за эту программу брать никаких денег. Вот, давайте, я запущу, а вы посмотрите. Это не простейший ролик, на основе которого посмотрим, как устроена программа «Объясняшки». В основе ролика лежит текст. Дополним его. Теперь озвучим. идёт обратный отсчёт. «Где-то в Синем море есть затерянный остров, и на нём под пальмой живёт большая черепаха». Я могу прослушать ролик. «Где-то в Синим море есть затерянный остров, и на нём под пальмой живёт большая черепаха». Применить мы получили звуковую дорожку. Теперь текст разделяем на смысловые фрагменты. Для этого помещаем курсор в нужное место и ставим специальный маркер в виде ножниц. Следующим этапом проводим синхронизацию звуковой дорожки с текстом. Запускаем воспроизводитель. Где-то в синем море есть затерянный остров и на нем под пальмой. Все, что мне нужно было, это отслеживать момент перехода от одного кадра к другому и нажимать на красные ножнички. Перейдем к визуализации. Выберем фон голубенький для неба. Заходим в режим рисования. Выбираю цвет и рисуем море вот так размашисто довольно-таки. Перехожу ко второму кадру. Рисуем затерянный остров. Вид не с моря на остров, а с острова в море. Вот таким образом. Переходим к третьему кадру. Нарисуем вот такую вот пальмочку, ствол и листочки разлапистые. Закрасим листочки. Выберем свет немножко посветлее. Как видим, закраска находится позади контура. Поэтому можем это делать совершенно не боясь. И нарисуем на нашей пальме кокосики. Переходим к четвертому кадру и рисуем большую черепаху. Увеличим картинку, чтобы удобнее было рисовать. А теперь нарисуем черепашку. Вот такая у нас будет черепашка замечательная. Смотрит куда-то вдаль и чего-то там поджидает. Теперь раскрасим черепашку. Панцирь сделаем таким вот веселым оранжевым. Брюшко желтенькое. Ну, а сама черепашка будет зеленая. И финальный штрих. Нарисуем нашей черепашке глазик. Видеоролик готов. Посмотрим его. Где-то в Синем море есть затерянный остров. И на нем под пальмой живет большая черепаха. А теперь можем получить обычный видеофайл из нашего ролика. Запускаем конвертацию. И через некоторое время получаем обычный видеофайл в фотороле. Так, ну все. Собственно говоря, вот смотрите, тоже за 3.44 3.43 Магическая цифра. За 3 минуты не полный 4. Создан видеоролик. В общем-то, вот этот ролик про делегирование он нарисован в этой же самой программе. Ну, только там текст. Текст больше, чем 4 строчки. И работал с ним художник. Вот. А так ничего особенного. Ну, значит, сразу отвечу, что программа сделана для iPad. Вот. Но при этом, скажу, что с точки зрения, если смотреть на это с экономической точки зрения, то стоимость вот такого упаковки ролика от 50 до 100 тысяч рублей. То есть это больше, чем стоит iPad. То есть в этом смысле какая разница, на чем он сделал, на андроиде или еще на чем-то, вы берете. И, ну, если для вас правда, это важно. Да? То есть, ну, не просто так вот взять, что-то сделать. А если это, ну, какая-то, какая-то бизнес-задача, то вполне оправданно приобретение устройства. Итак, ну, в общем, посмотрели, как это все с точки зрения программы работает. И давайте попробую я все-таки кое-что еще вам дать, успеть. Вот у нас есть сообщение. У нас есть сообщение, в котором, ну, вот, оно состоит из скольких-то фраз. И для того, чтобы, ну, то есть, визуализация вот этого в программе «Объясняшки» устроена так, что каждая фраза ей соответствует какое-то изменение в визуальном ряде. И в итоге возникает ну, такое, как это, построение ассоциативных связей между каким-то символом, между чем-то изображенным в кадре и теми словами, той фразой, которая произносится. Вот. И, в общем-то, вот происходит такое нанизывание. Нанизывание визуального ряда на произносимые слова. Да, вот, фраза за фразой. И когда у нас исходно мы там сформировали текст, да, значит, мы первым таким образом смотрим на него уже, ну, там, не с точки зрения экспозиции, завязка, развития, куменция, развязка, да, там, знаний, модуль, там, или там, резюмирующий модуль. А мы смотрим на него с точки зрения определенных логических, ну, завершенных крупных смысловых блоков. И, ну, условно говоря, может оказаться, что там три крупных смысловых блока. Это сцены. Дальше мы для каждой сцены рассматриваем, какие там есть ключевые элементы, значит, и, ну, находим способы, как эти ключевые элементы должны выглядеть, как мы их можем нарисовать. И также для каждой сцены мы смотрим вариант, как эти элементы могут быть скомпонованы в, ну, композиционно между собой простроены. И после того, как мы, ну, то есть, условно говоря, мы придумываем последний кадр каждой сцены, как он выглядит. Потому что последний кадр каждой сцены, он собирает какой-то крупный смысл, крупный смысловой блок. И, в общем-то, в итоге оно позволяет преодолеть некие ограничения, связанные с восприятием человека. Давайте я попробую сейчас включить. Мне не удалось сделать как-то адекватную анимацию вот сюда для этой системы, поэтому я из своего курса выдернул видеоролик, только его немножко подрезал и убрал звук. Попробую его прокомментировать по ходу. Так, а почему он не показывается? Я его только скачать могу? Почему? Почему его плей не могу сделать? Странно. Ну, ладно, значит, я не покажу. Значит, не покажу. Но, тем не менее, я прокомментирую. Идея в чем? Что, ну, вы слышали наверняка про то, что человек может там запомнить там пять плюс-минус два объекта, да, что вот это вот, он не может больше, да, кто-то семь, кто-то три, в общем-то, в принципе, говорят, что если четыре, то точно. Вот. И, соответственно, когда у нас есть текст, да, текст, предположим, у нас там трехминутный текст. Вот, три минуты, триста слов. Сто слов содержат, это, если каждая фраза, например, фраза, которая какой-то смыслообразующая, например, пять, пять слов, да, то есть, вот у нас есть двадцать, ну, в ста словах у нас есть двадцать фраз. и в трехминутах, да, у нас получается в трехстах словах шестьдесят, шестьдесят фраз, да, каждая фраза это какой-то смысл, да, вот смысловой, смысловой блок. И наша задача, как задача понимающего, задача того, кто с этой информацией знакомится, сделать в своем сознании сборку, то есть, взять и как бы, ну, собрать это все в какую-то смысловую конструкцию большую. Вот из шестидесяти фраз, из шестидесяти смысловых каких-то кирпичиков человек не в состоянии сделать сборку. Ну, то есть, соответственно, даже какое-то короткое сообщение на три минуты, оно не собирается, потому что ну, вот есть, ну, мы так условно называем сборочный стол, на этот сборочный стол, для того, чтобы собрать какую-то более крупную конструкцию, можно положить там четыре-пять элементов, четыре-пять. Соответственно, дальше, если какие-то конструкции смысловые оказываются более крупными, там, например, двенадцать элементов, они никак не соберутся. То есть, крути-верти, человек просто не понимает, потому что не влазит в его голову эта сложная конструкция. Поэтому, если мы, но при этом, если человек видит, у него есть визуальные коря, то есть, мы схематизировали, мы сделали как раз вот визуальную сборку, то визуальная сборка, она позволяет удерживать гораздо больше этих вот смысловых конструкций, но там тоже есть свои ограничения, больше двенадцати уже происходит зашумление и замусоривание. Но, тем не менее, двенадцать уже больше, чем пять. И через построение вот этих сцен и финальных кадров можно как раз, да, ну, это ограничение кратковременной памяти, но визуальная память, в смысле, визуализация, она расшивает эти ограничения, то есть, снимает эти ограничения. Ну, правда, тоже, пока, ну, у человека что-то находится в области его, ну, видимого, он это помнит. Оно, когда уходит, ну, тоже пропадает. И здесь тогда задача, пока человек видит, ну, что-то, придать этому смысл и использовать, может быть, какие-то визуальные метафоры, использовать, можно, схематизацию, то есть, для того, чтобы, вот, ну, из микросмыслов собрать какой-то более, ну, более крупный смысл, более крупную смысловую конструкцию. Ну, и в итоге, к концу вашего, там, микролюнинга, вся, ну, должна произойти некая целиковая сборка. вот, ну, что я здесь хочу сказать, так, резюмируя, создание вот этих вот модулей микрознаний, это такой сложный, сложный процесс, в котором, ну, в качестве, ну, ключевой рабочей модели является модель восприятия, модель сознания, да, то есть, модель восприятия с точки зрения последовательности логики, это вот экспозиция завязка развязки развязки. Это классика, но при этом, если осознать, почему именно, ну, в такой последовательности, что происходит в сознании аудитории, то тогда к этому можно дальше привязываться, использовать это не просто механически, но уже осознанно. И второй аспект, связанный со сбором, с сборкой, ну, с работой восприятия, это ограничение вот этого сборочного стола в сознании, да, то есть, мы с помощью визуализации можем это ограничение, ну, ну, если не снимать, то, по крайней мере, там, делать немножко, ну, ослаблять его, да. Вот, в принципе, наверное, так вот, галопом по эфропам что-то вам сказал. Мне интересно услышать, что вас зацепило в сегодняшнем вебинаре, что для вас показалось важным для вас в вашей деятельности. Вот, если вы это напишите, какие-то ключевые моменты, которые, на которые вы обратили внимание, которые, может быть, утащили в свой, там, рабочий сундучок с инструментами. Или я вас грузанул. Не, ну, я прошу не, коллеги, да, Надежда, не оценку давать, да, а сказать, что конкретно. Спасибо. Структура построения ролика уложилась, приемы присоединения, так, статистика минут слов, ага, да, на самом деле, это хорошая штука, да, вот как вот на коленке это все можно тут же оценить. Структура создания. Да, вот с чего я начал, это как раз бизнес-задача, коммуникационная задача и коммуникационное решение. Здесь важно это отслеживать, потому что, если вы простроили эту цепочку, то вы потом сможете проследить, действительно ли сработало или нет. То есть, вы не просто ролик сделали, а вы как это, вот вы сделали интервенцию, ну, как это говорят психологи, да, или психотерапевты. То есть, вот есть человек, да, он как-то взаимодействует с окружающим миром, да, и появляется психотерапевт, он раз делает интервенцию, и человек в результате начинает действовать как-то по-другому. То есть, по большому счету, вот эти микрознания, это такие интервенции. Вот, если вы эти интервенции делаете грамотно, то есть, понимая, зачем, кому и про что эта интервенция, да, то тогда можно видеть изменения. Да, Ольга, отлично. Спасибо вам, что вы, что, что мне удалось это как-то иначе взглянуть на старитейм, помочь вам. И здесь вот ссылочку я высветил, не знаю, будет вам интересно или нет. В общем, я в сентябре собрал такой курс, 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 курс под заголовком «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Это курс, в котором я попытался изложить идею, ну, как идею, компетенцию концептолога. То есть вот у нас в компании, в смыслотеке специалист, который работает со смыслами, который вытаскивает задачу из клиента и упаковывает ее в видеоролики, такие емкие, ясные. Это компетенция, мы назвали компетенцией концептолог. И, в общем-то, удалось ее описать, ну, отрефлексировать, описать, и вот даже сделали курс. Пока вот у нас прошел первый поток и планируем где-нибудь в декабре набрать второй поток. Павел? Дорогие друзья, я надеюсь, сегодняшний вебинар был для вас интересен, как для меня, например. было активно, нас здесь было достаточно много и запись будет, да, я об этом говорю в начале нашего вебинара, в середине, сейчас тоже скажу, запись будет. Запись будет в течение нескольких дней. Обычно я выкладываю в среду все вебинары за неделю прошедшую, в среду выкладываю на наш канал. Подписывайтесь на наш канал в самом начале чата я приводил, но, наверное, сейчас уже этой информации нет, я повторю, не буду. Нет, есть еще, в самом начале чата есть информация, где наш видеоканал. Вот на этом видеоканале появится запись этого вебинара обязательно. я благодарю Сергея за замечательный вебинар, благодарю всех, что вы здесь собрались и активно участвовали в вебинаре. Я надеюсь, что эти идеи о том, как объяснять, они вас породят много полезных мыслей по обучению. Вот. И не только, может быть, по обучению корпоративному, но это все очень хорошо ложится и в любой вид вообще обучения прекрасно, потому что как объяснять, как раскрывать действительные какие-то противоречия, это очень хороший навык, который нам с вами, как преподавателям, очень сильно должен пригодиться. Сергей, огромное спасибо. Да. Еще раз скажу, что здесь ввиду ограничений по времени просто прошлись по вершинке. Да, коллеги, следите за тем, что делает Сергей, это всегда очень интересно. Возможно, действительно имеет смысл поучаствовать в его курсе или как-то глубже войти в эту тему. А я вам напоминаю, что Директ Академии это вебинар каждый день. Со своей стороны обещаю и впредь, ну не очень напрягая Сергея, конечно, приглашать его к нам как минимум раз в год. Сергей, огромное спасибо. Да, хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok